Тем временем тюменцы жалуются, движение по Вележанскому тракту затруднено. Ситуацию создают торговцы Рассады и дачники, которые ее покупают. На каком основании идет бойкая торговля на обочине и так ли все плохо, выяснял Николай Смирнов. Суббота, 9 утра. Вележанский тракт. На выезде из города вся обочина заставлена машинами. Дачники по пути на свои участки останавливаются тут, чтобы прикупить Рассаду. Знаков, запрещающих остановку, здесь нет. Однако водители, съезжающие на обочину, пересекают сплошную линию разметки, что запрещено правилами. Однако, по словам тех же торговцев, экипаж ГИБДД, периодически стоящий в этом месте, никак не реагирует на столь массовое нарушение. И если не пробки, то аварийные ситуации тут возникают постоянно. Буквально за нашими спинами грузовик ударил выезжающую легковушку. Однако других водителей это не пугает. Ну а что делать? Где встать? Да? Где встать? А вот вас не смущает, что вы остановились за сплошной линией на точку? Да нет, тут все останавливаются. Все – это несколько сотен машин в выходной день. В будни – поменьше. Самое интересное у большинства продавцов – есть разрешение оборудовать тут временную торговую точку. Поэтому и стихийным рынок не назовешь. Вот и едут сюда окрестные продавцы и попутные покупатели, несмотря на отсутствие нормальной парковки. Здесь мы живем недалеко, по Тобольскому тракту, дача дна. Там-то по Тобольскому Ембаево цены сбивает. Там практически они торгуют сюда. Самый ближний проезд по объездной дороге. У кого разрешений нет, тоже здесь сидят. Правда, ближе к краю. И торгуют уже не только рассадой, но и живностью. И переезжать на другие точки не хотят. Да, потому что дачный кооператив недалеко. И у меня их немножко до себя оставило. Это вот пять штук на корм. Судя по выданным разрешениям, торговля здесь будет продолжаться до 1 октября. А там недалеко и до елочных базаров. Николай Смирнов, Сергей Жернаков. Тюменское время.